Джульетт, четвертый раз выключили свет. Иди выключи все с розеток, а то все сгорит. Соседи в этом доме дружны, жизнь заставляет. Хотя назвать это строение домом не поворачивается язык. Барак был построен в 40-х годах, но даже тогда, как человеческое жилище, не рассматривался. Это был загон для овец. Сейчас место проживания многодетной семьи. Ну какая же есть бараки? Очень сыра на самом деле. У нас есть муравьишки, улиточки. Ну в общем, такие насекомые, которые борьба постоянно происходит. Дети болеют постоянно, потому что сыра действительно очень сыра. Выключается постоянно свет у нас сегодня за день 4 раза, например. Теперь внимание! Кварплата за это обиталище составляет 8 тысяч рублей в месяц. И еще одно. Александра не работает, потому что сидит с Максимом. Ведь ему нужно круглосуточное и ежеминутное внимание. У нас очень много заболеваний на самом деле. Основные это органическое поражение ЦНС, центральной нервной системы. Это микроцефалия, это гидроцефалия, это тяжелая форма ДЦП, задержка, естественно, развитие, речевая, психомоторная. Максиму 8 лет, но развитие у него годовалого ребенка. Он не говорит, не ходит. Весь мир умещается для него вот в этой кроватке манежи. И проводник в нем лишь тепло маминых рук. Нам ставили уже три даты смерти. Сейчас нам поставили 9 лет. Что, до 9 лет он доживет и как бы все. Ну, мы в это не верим, потому что он живучий, так он жить хочет. Но он радостный, но он держится за жизнь. Поэтому я думаю, что он будет жить. Что такое мужество? Это доблесть воина? Или отвага пожарного? Бесстрашие канатоходца? Посмотрите в глаза этой молодой женщине. Кроме Максима у нее еще двое детей. Дочери 4 и 15 лет. Все четверо они живут в одной комнате. Бывший муж не помогает совсем, ввиду уже другой болезни – алкоголизма. Единственный источник дохода семьи – это пособие на Максима. Оно составляет 12 тысяч рублей. Как выживает она? Где черпает силы? Я сейчас, к сожалению, совершенно одна осталась. И друзей мало, потому что я все время дома прикована. Я не могу никуда ходить. Такой ребенок – это тяжело. Люди не приходят, иногда бывает, потому что не расстраиваются. А я улыбаюсь. Ну, как бы мы держимся. Вот так. Ну и, наконец, о потребностях. О том, что так необходимо, но так недосягаемо. Неделя, сейчас пока лето, нам гулять. Нам нужна очень хорошая коляска, конечно. Потому что мы вот недавно купили коляску. Ну, свои средства я копила, конечно. Долго мы откладывали на нее, мы ее приобрели. Но она очень неудобная. Она скользит, то бишь, он с нее падает. Потому что были специальные ремни, специальная подставка для ног, держатели. Ну, в общем, нужна такая хорошая, добротная коляска, которая стоит почти около 100 тысяч рублей. Коляска – это лишь вершина в огромном айсберге потребностей Максима. Среди прочих курс массажа стоимостью 35 тысяч рублей. Медикаменты, подгузники, различные виды терапий – все это Александра перечисляет так, как будто говорит о туманности Андромеды, соседней от нас галактики, о чем-то существующем в природе, но недосягаемом. Илья Кремнев, Данил Средевский, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин